В дверь постучали, и на пороге возникла девочка. — Обыкновенная девочка, а совсем не лягушка. — А что нам на завтра по арифметике? — спросила она с порога и смутилась, увидев меня. Мальчик с пальчик тоже смутился. В первую минуту он даже не мог сообразить, о чем его спрашивают. Он смотрел то на царевну лягушку, то на меня, и вдруг... Дети хорошо разбираются в этих вещах. Взгляд его остановился на прутике. Видимо, поняв, что произошло, он сразу успокоился и повернулся к двери. — Заходи! — сказал он девочке. И покосился на прутик. Царевна-лягушка сделала несколько робких шагов. — Мне только спросить, — сказала она, обращаясь скорее ко мне, чем к мальчику. Я повернулся к окну. Погода начала портиться. На стекле появились капли дождя. Кажется, они катятся с гор, с тех гор, которые видны из окна дома. Я ложу прутиком по стеклу, но не остановить горные потоки. А у меня за спиной разговор. — Здесь неправильно! — голос царевны-лягушки. — Нет, правильно! — это мальчик с пальчик. Один волк плюс семеро козлят равняется один волк. — Да нет же! — упорствует царевна-лягушка. — Один волк плюс семеро козлят равняется семеро козлят. — Ну, хорошо, будем рассуждать. Мы берем одного волка. Представляешь? — Волка. И добавляем семерых козлят. Представляешь? — Козлят! Ну, что же получается? Да нет, ты совсем не так рассуждаешь. Мы берем одного волка. Представляешь? — Одного. И добавляем семерых козлят. Представляешь? — Семерых! — Все равно волк съест козлят, — убежденно заявляет мальчик. — Нет, не съест. Их же семеро. Нет съест. Он же волк. Мальчик готов торжествовать победу. Но тут он слышит вопрос, который сводит на нет все его познания в арифметике. — Значит, ты хочешь, чтобы волк съел козлят? — Я хочу, но совсем не хочу. — А зачем же ты так решаешь? Я подхожу к ним, и теперь могу поближе разглядеть девочку. Что-то в ней все-таки есть от лягушки. Рот большой и глаза какого-то зеленоватого цвета. И одета она в старое зеленое платьице, на котором ясно видны следы прошлых заплат. Вероятно, это старое платье перешили из какого-то еще более старого, которое тоже перешло по наследству. На голове у девочки торчат две косички, похожие на рожки. Мечту моего бычка. Одной рукой девочка поправляет эти косички, а другой прижимает к себе что-то, спрятанное за пазухой. — Что это у тебя? Царевна-легушка сразу забыла об арифметике. Она улыбнулась и заговорила так охотно, как будто давно ждала этого вопроса. — Это у меня стрела, — сказала она, вытаскивая стрелу из-за пазухи. — Мне ее прислал царевич. По этой стреле он должен меня найти. — Меня очень трудно найти, — объясняла девочка. — Потому что я живу в таком месте, но по этой стреле царевич меня найдет, и мы уедем далеко-далеко, может быть, в тридесятое царство. — Но почему ты думаешь, что это стрела от царевича? — А от кого же еще? — улыбнулась царевна-легушка, словно и впрямь больше ждать стрелы ниоткуда. — Ну, мало ли от кого, хотя бы от него. И я показал на мальчика с пальчика. Она засмеялась. — А если царевич все-таки не придет? — Это царевич-то! И до чего же она уверена, что все случится именно так, как она придумала? — Ну, так вот, — говорю я, — царевич здесь ни при чем. Стрелу запустил этот мальчишка. Он хотел над тобой подшутить. — Конечно, так я вам и поверила. Словно боясь, что у нее отнимут стрелу, царевна-легушка спрятала ее за пазуху. — Я пойду. Мне еще по физике учить про волшебную лампу Аладдина. Я пытаюсь ее удержать. — Но если ты мне не веришь, пусть он сам тебе подтвердит. Мальчик молчит. Он не поднимает глаз от тетрадки. А она, царевна, смотрит на него, и при этом глаза ее, два зеленых островка, расширяются, расширяются. Так бывает во время отлива. И вдруг, так бывает во время прилива, их начинает заливать водой. — Что ты? Из-за чего? — Неужели тебе не лучше знать правду? — Тонут зеленые островки. Теперь это даже не островки. Это корабли, которые потерпели крушение. Мальчик-спальчик еще ниже опустил голову. Он говорит. — Если бы мой отец не был таким слабохарактерным, подумать только. И это он говорит об отце. — Ты не прав. Я взял его за плечо. Твой отец совсем не слабохарактерный. Я его знаю с тех пор, когда он был еще Змеем Горынычем. — Кем был? Мальчик-спальчик как-то странно задрожал под моей рукой. Змеем Горынычем. А как все тряслись перед ним. Чуть что и нет человека. — Это неправда, — говорит мальчик-спальчик. — Это вы все выдумываете. — Милый мальчик, я ничего не выдумываю. Можешь сам спросить у отца. Один волк плюс семь козлят равняется один волк. Семеро козлят расплываются. Их уже почти невозможно прочесть. Один волк плюс что-то расплывчатое равняется один волк. Я стою и думаю, куда девались козлята? Только что они были. И вот от них только мокрое место. — Да, именно мокрое, — соображаю я. — Это от того, что мальчик плачет. — Боже мой, сколько всюду воды! — Кап, 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 кап — это мальчик-спальчик. — Кап, кап, кап — это царевна-легушка. Кап, 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 кап — это дождь стучит за окном. — Ну, что ты скажешь?